Без блуда. Что значит быть одержимым? Мир вам, братья, сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Сегодня поговорим, кто такой без блуда и что значит быть ним одержимым. И рассмотрим основные понятия, как бес или демон, нечистый дух. Зачем? Потому что это название духа блуда. И непонимание может приносить определенный беспорядок. Во-вторых, рассмотрим в сравнении одержимый, находящийся под влиянием и свободный человек. Эти три понятия двойственны и действенны в жизни каждого человека. И чтобы знать, что такое одержимость, нужно знать и что такое быть свободным. Так, для примера скажу, что похоть, и особенно сексуальная похоть плоти, в отличие от общепринятого мнения, почти всегда это не одержимость, а просто грех, который ведет человека к смерти, смерти духовной, семейной, физической. В-третьих, рассмотрим определенные сферы влияния и отличия от держимости и, конечно, духом блуда. Стоит отметить, мы много говорим и будем говорить о духовном мире, о духах неверия, разделений и так далее на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда быть вместе с нами в этом увлекательном путешествии. Без блуда. Демоническое влияние похоти и нечистоты. Объяснение. Откроем общеизвестное местописание, где Иисус Христос встретился с одержимым в гадаринской местности и имел диалог с нечистым духом, бесами. Мы откроем Евангелие от Луки, 8 глава, стих 29. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Это Евангелие от Луки, 8 глава, 29 стих. В этом месте из Писания есть упоминание, что Господь говорил с нечистым духом, а этот человек был гоним бесами в пустыню. Друзья, вы заметили, что в Новом Завете много говорится о духе. Дух Святой и Дух Нечистоты. Дух Святой, который ведет человека к святости, праведности и в конце времен воскресит всех детей Божьих и освободит во всей полноте. И готовит к встрече с Господом и Небесным Отцом в Царстве Небесном. И Нечистый Дух, который на примере Гадаринского одержимого, который мучает человека, душу его и гонит бесами в различные места. Но Иисус Христос исцелял Духом Святым, одержимых болезнями, бесами, изгоняя Нечистых Духов, так и Бесоблуда и других злых духов. Дух Святой и Дух Нечистоты – это прямая противоположность. Но при встрече Дух Святой имеет силу изгонять бесоблуда и Духа Нечистоты, потому что Дух Святой – это Бог-Творец, а Нечистые Духи – это творения, падшие ангелы, исполнен Духом Святым. Как человек может быть исполнен Духом Святым, так и может быть наполнен Нечистым Духом. У нас могут быть непонимания. Если мы не знаем, не понимаем Духа Святого, то это также влияет и на понимание Нечистых Духов. И наоборот. Я бы сказал так, друзья. Изучайте Духа Святого. Живите под Его ведением, плодами, дарами служения. И тогда будете легко знать, воспринимать информацию о Нечистых Духах. Кто не верит, а это не мы с вами, братья, сестры, так? Кто не верит в День Пятидесятницы и исполнимость Духом Святым, тот не может поверить и в Нечистого Духа. И так посмотрим. Если человек интересуется бесами, Нечистыми Духами, то он автоматически будет касаться и Духа Святого. Они взаимосвязаны. Со времен Дня Пятидесятницы все дети Божьи исполнены Духом Святым. Но также можно и посещать церковь и не быть исполненным Духом Божьим. Просто хождение в здание церкви не показатель исполнимости Духом Святым. Как мы знаем, и тот, кто уже давно верующий, то в здание церкви и собрание могут заходить, посещать и одержимые люди. Без блуда или демон блуда. Без блуда или демон блуда – это одно и то же. Откроем опять Евангелие Луки 8 главу, стих 29. «Ибо Иисус повелел Нечистому Духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне». Лука 8 глава, 29 стих. Фраза «Был гоним бесом в пустыне». Здесь слово «бесом» в других переводах – это «демон». Бес и демон – это одно и то же, только в различных переводах. Без блуда или демон блуда – это одно и то же, и значит, есть личность, которая хочет принести в эту жизнь разделение, разрушение взаимоотношений. Тогда как слово «нечистый дух» во всех переводах определяется и смысл не меняется. Не иметь никакого духа. Мы рассмотрели на примере Духа Святого, что человек может, во-первых, не иметь никакого духа, во-вторых, иметь Духа Святого, в-третьих, иметь нечистого духа. Не иметь никакого духа – это не означает, что человек свободен. Его воля тоже порабощена греховной плотью. Которая в нем с рождения. Передается через Отца. Вспомним рождение Иисуса Христа без вмешательства Иосифа. Откроем Евангелие от Иоанна, 8 главу, стихи с 31 по 36. «Тогда сказал Иисус к уверующим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семья Авраамова, и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными». Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Итак, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 31 по 36. Господь говорит, что только истина от Бога, пребывание в Слове Его, делает человека свободным. До этого человек все равно делает грех, хочет он того или нет. Да, он не одержим нечистым духом, бесом блуда, но он раб греха, делающего им. Поэтому очень часто, когда человек занимается прелюбодейством, то есть когда мужчина смотрит на женщину с вожделением. Кстати, тут это слово обозначает смотреть так, что имеет половое возбуждение, а не просто смотреть. Просто в уме он грешит, и ему не обязательно иметь половые отношения, чтобы делать грех. Покотливые мысли – это уже грех. Он может делать грех прелюбодеяния, даже если не одержим никем. Если он это не оставит, то придут определенные последствия под названием смерть. Смерть взаимоотношений, брака и так далее. Исполнен Духом Святым. Когда человек приходит с истинной верой в Иисуса Христа к Богу, то Бог прощает его, очищает от греха и исполняет Духом Святым. Это называется второе рождение или крещение Духом Святым. Когда Господь собирается идти к Отцу, когда Господь Иисус Христос собирался идти к Отцу, Он сказал своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 14 глава, стих 16 по 20. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 по 20. В стихе 17 Господь говорит, что Дух Святой придет и будет с верующими, Его учениками, кто пребывает в Его Слове, узнает истину, и истина сделает Его свободным. Дух Святой сегодня как вообще на земле, так и особенно вместе с верующими, как бы живет вместе в одной квартире и в нас, внутри верующего, пребывает. Человек, исполненный Духа Святого, знает Его только потому, что он пребывает в Нем, и пребывание Духа Святого открывает глаза, и человек, он становится способным видеть, как дела Духа Святого, Иисуса Христа и Бога Отца на земле, Царство Небесное. Именно это и делает исполнение Духа Святого человека. И Духа Святого возможно получить только осознанно, друзья. Например, дети автоматически не получают от родителей Святого Духа. Они сами, своей волей, должны это сделать в осознанном возрасте. Исполнен, одержимый Бесом блуда. Человек одержимый, кто имеет Беса блуда, также не мог его получить неосознанно, поэтому это явление не так распространено. Но если человек осознанно соглашается на этот шаг, то он после не будет полностью осознавать Духа Беса блуда внутри себя, этот Бес будет через органы чувств влиять на него или посылать мысли, которые человек будет воспринимать за свои, как свои. Почему? Потому что он будет внутри. Иногда люди также не воспринимают и Духа Святого, который внутри брата или сестры. И мысли, желания воспринимают как свои. Но это уже другой вопрос. А мы со стороны сразу видим, что человек какой-то не такой. А когда заговорить, то сразу узнаем, что это внутри Дух блуда. Так, друзья? Но еще бывает, когда бес блуда говорит, искушая через обычных людей, которые не исполнены им, то есть неодержимы. Но это следующий подкаст. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Слово Божье про нечистого Духа, бесов. Как Иисус Христос с ними встречался и вел диалог. Более того, мы еще много будем говорить на тему духовного мира, Бога, Иисуса Христа, Духа Святого, Царства Божьего. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили Слово Откровение от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Друзья, когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, вы помогаете служению спасения и распространению Слова Божьего. Аминь. Слова Божьего.